Всем привет! Это FreeStudio21.com. Перед нами два небольших упражнения из рабочей тетради Gateway B2 Plus. И здесь меня более всего привлекло то, что здесь разговорные выражения со словом house на этот раз, то было home, а теперь слово house, и частями дома, скажем так, то есть выражение с частями, там, предметами мебели, и там еще неизвестно с чем. Первое упражнение вообще супер-дупер легкое. Моя задача не так его сделать, оно здесь все лежит на поверхности, как просто знать, запомнить, выписать, перевести данные фразы, которые сами по себе очень, ну, такие, ну, достаточно своеобразные, наверное, может быть, для кого-то. Итак, you don't need to pay me. This is on the house. Не надо мне платить. Это бесплатно. Значит, у меня здесь явное и, здесь надо соединить. This is on the house. Это бесплатно. Бесподобная фраза. Я лично встречала только в литературе, в современной литературе, не могу сказать, что в разговорной речи никогда в жизни еще не встречала. Далее. После аварии моя тетя, ну, скажем так, не выходила из дому в течение трех месяцев. Вот это was housebound. Если дословно была привязана к дому, что у меня есть. Вот оно. Unable to go out. Не могла, не могла выходить на улицу. Выходить. Выходить из дому. Из дому. Далее. Следующий. We went to a theater last Saturday and there was a full house. Ну, я думаю, full house многие слышали. В основном это касается карточной игры. Full house. Собрать full house. Здесь full house – это в смысле полно было людей. Мы ходили в театр в прошлую субботу, и там было полно народу. То есть театр был полон народу. Итак, значит, здесь у нас there was a full house. Там, в смысле в театре, было полно людей. Полно людей. То есть театр был заполнен весь. Так, что у нас здесь? Вот. Every seat was taken. Вот. То есть все места были заняты. Вот так даже. Потому что полно людей – это еще не значит, что все места заняты. Но здесь именно это имеется в виду. Далее. Полиция проводит опрос жителей района на этой улице в каждом доме после убийства на этих выходных. Итак, что мы здесь имеем? Conduct house to house. Вот это все выражение. Значит, как же это лучше сказать? Сейчас посмотрим, как оно здесь. Detailed search or questioning. Значит, идут от дома к дому, если дословно. Значит, будем говорить так. Так, тщательно расследуют или ищут. Наверное, ищут даже лучше. Тщательно ищут по всей улице, будем говорить. То есть проводят тщательное расследование. Да, проводят тщательное расследование. Было бы хорошо сказано. Я вот это все уберу. Это не очень хорошо, не очень правильно. Проводят тщательное расследование. Или активные, оперативно-розыскные действия. Тщательное расследование. Во. Далее. Ну и осталось у нас одно, поэтому здесь не промажешь. We've got a house full this coming weekend because of the wedding. У нас будет полно гостей на этих выходных, потому что свадьба. Итак, вот оно, полно гостей. A lot of people staying with us. We've got a house full. У нас полно гостей. То есть полный дом. Тут все дословно, тут не промажешь. Полный. У нас полно гостей. Во. Достаточно просто. Теперь переходим к следующему упражнению. Здесь не все так будет просто. Здесь немножечко все сложнее. Итак, надо выбрать правильный вариант. Как видите, здесь в основном предметы обихода. Всякая там мебель и так далее, и так далее. Посмотрим, что у нас получится. Первое. I was... Я уже знаю просто, что здесь будет. I was floored by his questions. I had no idea what to say. Я была поставлена в тупик его вопросами. У меня не было никаких идей, что сказать. То есть не имела понятия, что сказать. Короче говоря, у меня здесь будет вот это. Floored. Floored. И я его, наверное, выпишу куда-то. I was floored. Я была поставлена в тупик. Поставлена или поставлен в тупик. Или меня поставили в тупик его вопросы. Вот так вот тоже будет правильно сказать. Меня обескуражили его вопросы. Тоже как вариант. Можно и такое. Далее. It's just cupboard love. My baby brother gives me loads of hugs when he wants something. Это просто любовь по расчёту. Мой маленький брат обнимает меня, когда он чего-то хочет. Итак, здесь будет cupboard. Вот это вот. Cupboard love. Cupboard love. Если дословно буфетная, любовь. Cupboard love. То есть любовь по расчёту. Любовь. Корыстная любовь. О, вот так вот лучше. Корыстная. Корыстная. Любовь. Любовь с интересом. Далее. Третье. I've got a window now next week. How about 10.30 on Tuesday? У меня есть окно на следующей неделе. Как насчёт 10.30 во вторник? Точная аналогия полностью то, что в нашем языке есть. Window. То есть у меня есть свободное время, можно сказать. У меня есть минутка. У меня есть окошко. Далее. It's like an oven in here. Can you open some windows? Здесь как в духовке. Можешь открыть окна? Тоже. Почти точно то же, что и у нас. An oven. Здесь таки N. Здесь недвусмысленный намёк. Значит, an oven. Здесь как в духовке. Далее. Мама берёт с собой всё, что можно только взять. Когда мы едем куда-то в отпуск. Итак, здесь у нас kitchen sink. Вот такого выражения у нас нет. Kitchen sink. Sink. Take everything but kitchen sink. Вот это всё надо запомнить. Брать с собой. Брать с собой много вещей. Вот так вот. Ну, очень много вещей. Но так много, что уже просто дальше некуда. То есть, берёт с собой всё. Всё, что только может прийти в голову. Далее. I'm afraid I've reached my ceiling. I can't offer any more than that. Я думаю, что... Боюсь, что я достиг предела. Я уже не могу больше предложить, чем это. Значит, ceiling очень часто в коммерции употребляется. Там цены достигли потолка. Потолка, скажем так. Значит, I've reached my ceiling. Я достиг предела. Предела. Далее, следующее. The council... Так, а что же здесь-то у нас будет? Так. Ага, stone walls. Вот оно, stone walls есть. The council stone walls us every time we ask for information. It's really upsetting. Совет каждый раз блокирует наши требования, когда мы требуем информации. Это печально, скажем так. Это нас очень сильно удручает. Короче говоря, здесь stone walls. Если дословно... Выстраивает каменную стену. Stone wall. Так, я, наверное, его выпишу. Это выражение, которое надо знать. Оно очень часто употребляется в отношении совещаний, заседаний и так далее, и так далее. Stone wall. Блокировать. То есть блокировать принятие какого-то законопроекта. Блокировать заседание. Срывать заседание. Это все может быть stone wall. Вот таким вот образом. Ну, что сказать. Да, есть фразы, которые аналогичны русским фразам. Но есть фразы, которые, конечно, как говорится, не то, что аналогов не имеют, а вообще даже невозможно догадаться, о чем это здесь идет речь. Как бы там ни было, мой вам совет. Я напоминаю и не устану это напоминать. Коллекционируйте эти вещи. Это не значит, что вы ими будете пользоваться. Но если вы их встретите, вы хотя бы будете знать, что это такое и с чем его едят. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.